Мы убедились, что после 8 лет издевательства над людьми, которые проживали и проживают в Донбассе, нам не удается решить проблемы в этом регионе. Люди поняли уже огромную цену происходящего и видят, как все это происходит. Российский писатель, имперец и пропагандист Захар Прилепин в эфире российского Первого канала прямо признал, что у России нет сил для того, чтобы дойти до Киева, и все, на что способна российская армия, это тупо и бессмысленно уничтожать города Донбасса. Да-да, того самого Донбасса, которому Россия на словах якобы так сочувствует и население которого якобы защищает от издевательств. Я не вижу ни одного прогноза, что мы будем там через полтора месяца в Киеве. Ну ничего этого нет. Да ты че? А что ж случилось? Раньше говорили, что захватите Киев за три дня. Люди поняли уже огромную цену происходящего и видят, как все это происходит. Раньше утверждали, что Украина даже воевать не будет, и украинская армия разбежится. И вот теперь, спустя два года бессмысленной мясорубки, они признают, что устроенный Путиным кровавый идиотизм, оказывается, обходится России очень дорогой ценой. Ну то есть мы, вот мы там наступаем, да, и вот, ну прямо говоря, был город, нет городка. Мы, ну чтобы его взять, пришлось его руинировать, как это называется там, да. Чтобы взять город, пришлось его руинировать. Так подожди, если вам для того, чтобы захватить город, приходится полностью его уничтожить, какой в этом вообще смысл? Ну, для чего это делать? Это что, помощь людям Донбасса такая? Зачем вы тратите людей, тратите ресурсы, тратите деньги, чтобы получить в итоге выжженную пустыню и бесполезные горелые руины? Путин в очередной раз скулил о том, что его водили за нос, и рассказывал, что Россия была вынуждена развязать войну из-за того, что Украина якобы страшно издевалась над жителями Донбасса. Мы убедились, что после 8 лет издевательства над людьми, которые проживали и проживают в Донбассе, нам не удается решить проблемы в этом регионе, проблемы людей, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию свою историческую родину, не удается решить мирными средствами. Но если в результате вашего решения проблем Донбасса там не остается ни городов, ни их жителей, то для чего вы это делаете? Каким образом руинирование целых городов и изгнание миллионов людей могут кому-то помочь? Но ни сам Прилепин, ни другие российские зет-патриоты объяснить логику происходящего просто не в состоянии. Видят люди, какими жертвами происходит это противостояние. Это разрушенные города, это погибшие сотни тысяч, а в перспективе миллионы людей, украинских людей, которые на самом деле могли бы через 5-10 лет просто быть не просто россиянами, а служить в нашей российской армии и быть прекрасными солдатами и офицерами. Я по-прежнему в этом абсолютно убежден. Интересно, что Прилепин в очередной раз говорит, что считает украинцев русскими, при этом он тут же прямо признает, что Россия безжалостно истребляет тех, кого он считает русскими и готова положить еще миллионы людей. Это его слова, вы сами это слышите. Характерно, что Прилепин признает, что все происходящее обходится России огромной ценой, ценой огромных жертв и разрушений. При этом он не в состоянии пояснить, ради чего это происходит вообще. Как руинирование Донбасса помогает кого-то спасти или защитить на Донбассе? Как руинирование целых городов помогает населению этих городов? Ну, очевидно, что это абсурд. И ответа на этот вопрос нет ни у одних зет-патриотов. И так у них всегда. Да, на самом же деле всем очевидно, что самое страшное издевательство над Донбассом устраивает как раз Россия и ее маниакальное руководство. Потому что ни в какое сравнение не идут те проблемы, да, то количество горя, там, разрушений и так далее, которое было на Донбассе до 2022 года. С тем, что началось после того, как они стали уже открыто, да, официально, якобы Донбасс защищать путем руинирования целых городов, целых районов, превращения всего этого в выжженную пустыню. Можно просто сравнить цифры. Ну и всякий нормальный человек на конкретных примерах вам докажет, что страшнейшего издевательства над Донбассом, чем это делает сейчас Россия, просто не было. И вот это важно доносить до людей, очень важно тыкать это буквально в морду каждому вот этому, значит, агрессивному зет-патриоту. Поэтому помогайте распространять эту информацию, оставляйте лайки и комментарии к этому видео, чтобы оно набирало больше просмотров. И обязательно подпишитесь на канал. Это тоже очень важно. Путин хочет мира. По крайней мере, об этом он заявил в интервью китайскому информагентству Синьхуа. А до этого он говорил, что на Россию нигде не заканчивается. И, по-моему, здесь есть два больших противоречия. Ну, то есть, мысль номер один противоречит мысли номер два. В России это не впервой. Но, тем не менее, Владимир Путин, цитирую, и это даже немножечко смешно, готов к урегулированию этого конфликта мирными средствами. На фоне наступления российской армии, на фоне того, как они кошмарят Харьковскую, Сумскую область, да и вообще, там, где на линии соприкосновения до Херсона включительно, выглядит это как-то не очень убедительно. Но, что, мне кажется, нужно подчеркнуть. Вот когда начнется меняться позиция Китая, а Китай сегодня все-таки главный спонсор Российской Федерации. Да, россияне недовольны Китаем. Они говорят и задаются вопросом, а кто для нас на Пекин? Кто для нас товарищ Си? Он для нас союзник или торговый партнер? Нет, вопрос надо ставить, кто вы для Пекина и для Китая в целом. Вы кормовая база китайских друзей. Так вот, если называть вещи своими именами, то нужно говорить не «украинский кризис», не «украинский конфликт», а «российский кризис» и «российский конфликт». Потому что Россия пересекла границу Украины. Мне кажется, очевидно. Согласны подписывайтесь на мой YouTube-канал, поговорим о наболевшем. Вот я абсолютно уверен, что вести переговоры о перемирии, прекращении огня с американцами – это вообще контрпродуктивно, этого нельзя делать. Переговоры можно вести с американцами только на основе наших предложений от декабря 2021 года. Только по всему комплексу. Никакой компартментализации быть не может, любимое слово. Ну, то есть, не даем слабины. Так или иначе, это тезис о том, что никаких переговоров повторяют почему-то российские нацисты-пропагандисты нон-стоп. И тут сразу возникает вопрос. А что это за тема такая-то? Кто это разгоняет? Ну, Путин для него это дежурная фрауза. Уже мы хотим мира, но только так, чтобы не было Украины. А вот пропагандисты-то, что они так уперлись? Ни за каким столом сидеть мы не будем. Ребята, вас за этот стол еще никто не приглашает. И еще раз, ситуация в Сумской области, Харьковской области, да и вообще по линии фронта, она такая, какая она есть. Ее как-то делать лучше я не вижу смысла. Особенно мне нравятся наши официальные заявления. Вчера вроде как стабилизировали ситуацию вокруг Волчанской. А сегодня говорят, что, опять же, официальные органы о том, что бои идут на улицах города. Мне кажется, надо прямо говорить. Говорить как есть. И если даже используется эта страшная логика, что самые крутые инженерные сооружения строятся за Волчанском. Так, это сложно принять с точки зрения жителей этого города. Но с точки зрения войны, а она циничная, такое возможно. Но тогда соответствующие вещи нужно и проговаривать. Так вот, вопрос. А чего же тогда приезжал Энтони Блинкин к нам? Ну, во-первых, поддержать нас, высказать о беспокойности, что там еще. Поесть ветерана пицца, это очень классная тема. И выступить в одном из баров в Киеве на гитаре. Я думаю, все-таки все сложнее и намного интереснее. Ну, во-первых, слова поддержки, слова о том, что будут заключены двухсторонние соглашения с Соединенными Штатами и Украиной по вопросам безопасности. Это не гарантия безопасности, но это поддержка Украины в целом, на сегодняшний день, самой мощной и самой сильной в военном плане державой. Что туда входит? Да фактически весь спектр. От авиации и, соответственно, до разминирования на земле. Это важно. Там и финансовые пакеты, там масса всего. И по примеру с другими странами, это соглашение на 10 лет. И оно предполагает, что вот за эти 10 лет мы плавненько подготовимся к вступлению в НАТО. Но даже Энтони Блинкин, кстати, говорит, что да, надо выполнить какие-то критерии. Я когда это слышу, слово критерии вступления в Альянс, то мне хочется сказать, ребята, у нас систем Патриот скоро будет больше, чем у большинства стран НАТО. И вообще НАТОвского вооружения будет больше, чем у большей части Европейского Союза. Но тренд такой. Так, наверное, дело не в критериях, а дело в согласии или несогласии некоторых стран Альянса в части расширения Альянса. Правильно? Правильно. И вот это вот, наверное, уже попахивает правдой. Суровой правдой. И я не думаю, что вопрос вступления Украины в НАТО надо все стрелки переводить в Будапешт или в Братиславу. Кто не знает, в Венгрию и Словакию. Не Словению. Потому что ключевые решения в данном случае принимаются все-таки в Вашингтоне по этому поводу. Что интересно, Энтони Блинкин перед тем, как отправиться в ветерана Пицца, он же сделал такие прикольные заявления, что, во-первых, часть вооружений и боеприпасов уже поставлена. И это правда. В некоторых подразделениях ситуация сильно изменилась в лучшую сторону. Везде по-разному. И еще раз, фронт долгий. И тут каждый из Вас имеет своих людей, своих родственников на войне. Вы можете оценить, что если в одном подразделении сегодня все хорошо, то в соседнем не факт. Ну, не факт, что через какое-то время эта ситуация не улучшится. Может и ухудшится. Тут все очень и очень интересно. Значит, речь идет о том, что будут вроде как еще патриоты. В данном случае от Соединенных Штатов. Это прикольно, когда первый комплекс Патриот вместе с радарами вроде как пообещали нам наши американские друзья. Так еще вот это замечание, оно просто прикольно. Вместе с радарами. Комплексы вместе с радарами. Ну, тогда надо писать вместе с радарами и ракетами. Ну, чтобы вообще все работало идеально. Так вот, интересно, как реагирует российская пропаганда. Ну, они бьются. Бьются в падучей. И вот этот главный тезис никаких переговоров, пока мы не дойдем до Налисабона. Португальцы будут не рады. С другой стороны, наш президент собирался в Испанию и в Португалию, чтобы их успокоить. Испанцев и португальцев. Ну, вроде как отказался от этого визита из-за обострения ситуации на фронте. Ну, это логично. Кто же защитит португальцев, если не украинская армия? Ну, португальцев и нас. Нас самих, украинцев. Что они могут сделать больше, чем они уже сделали? Ну, на самом деле, скорее всего, речь там будет идти как бы... Мотивационная речь? Обычно, соответственно, Блинкин приезжает на вопросы какие-то переговорных треков. То есть он приезжал, соответственно, также на Ближний Восток, как бы, на все остальное. Они с Салливан там, так сказать, перемещаются. Если что-то совсем такое уже оперативное... Ближним Востоком не задалось. Ну, как получилось. Вот, Бернс тоже приезжает, как бы, если совсем что-то оперативное. То есть, скорее всего, это переговорный трек. Если бы вопрос касался военной какой-то составляющей, то делалось бы совсем по-другому. И, насколько я понимаю, там просится выделение, соответственно, того же самых патриотов. Двух от Соединенных Штатов исключительно для Харькова и Харьковской области, потому что российские бомбы и баллистические ракеты продолжают падать и падать. Ну а российские граждане, в том числе их главный фюрер Владимир Путин, китайским друзьям в интервью тому же изданию Синхуа говорит, закрываются глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов. Говорит Путин, и при этом на российские оккупанты продолжают наносить, ну просто, как же это писать-то? Страшные, ужасные, неизбирательные. Ну в общем удары с планирующими бомбами для того, чтобы выжить все, все и всех. Тоже очевидно. Никакого секрета. Переговорный трек, простите, что перебиваю, а переговоры с кем? Ну, в данном... Саммит? Я напоминаю, что в июне будет, соответственно, саммит. А Харьковское наступление? Харьковское наступление, соответственно, оно происходит, как и Ванговал, в принципе. Ну, и зачем нам переговоры? Вот сейчас очень интересный вопрос, как раз возникает, его правильно, естественно, задают, как бы, что будет дальше? Вот после того, как будет Волчанск, я так понимаю, сейчас западная, как бы, плюс-минус часть, там контроль уже происходит, сейчас когда он зайдется, дальше будет Харьков, дальше стоит. Инженерные сооружения вокруг Харькова, это я точно знаю, построены значительно эффективнее, чем вокруг Волчанском. Ну, и раскатывать губу, конечно, мне кажется, преждевременно. То есть, пропаганда тем самым, вы видите, они закинут вот эту мысль, никаких переговоров, только на основании тех предложений, которые выдвинул Путин в 21-м году. А я напомню, там, в первую очередь, это касалось того, что НАТО должно сократиться. И вот сейчас Путин в этом интервью, на Синхуа, о чем он говорит? Он говорит, что мы готовы взять за основу мирный план Китая. А что это за план? Хороший план, много слов, такие прекрасные, пацифизмом попахивает. Сказано, что Китайская Народная Республика против всего плохого, но при этом она за все хорошее. Но если все суммировать, китайские друзья говорят, что давайте просто заморозим линию фронта и начнем переговоры. А Путин, я так понимаю, говорит, что отдайте то, что мы захватили, и с этого момента начнем вести переговоры. Я вот не уверен в принципе, что слова Путина, они имеют какой-то вес в данном случае. Он же врет регулярно, постоянно. Из такого важного, что почему-то китайские друзья у Путина не спрашивают по поводу того, что он собирается использовать ядерную бомбу или нет. Хотя пропаганда в лице людей, они, конечно, вроде как в отставке, но тем не менее все равно генерал-полковники требуют все-таки шарахнуть на всякий случай, чтобы показать миру свою эту безумность. Но мы это и так видим. Я рассуждал по поводу вот этого учения, применения нестратегического ядерного оружия. Я считаю, что вот на заключительном этапе учения нам бы очень хорошо бы устроить, так сказать, демонстрационный взрыв на новой земле. В качестве напоминания нашим, так сказать, бывшим партнерам, ныне противникам о том, что то, что сказал президент, что все решения приняты и все средства будут задействованы в случае, так сказать, угрозы национальной безопасности России. И они все остаются в силе. У каждого человека, который находится в этой студии, от языка протянута веревка непосредственно в Кремль. И они постоянно ее теребят. То есть, сейчас вот этот вот тезис, что мы пойдем куда-то там до Лиссабона включительно, а при этом Путин говорит о переговорах. Что-то, мне кажется, тут есть некоторое противоречие. Ну и опять же, вот в части ведения войны, то есть, ничего хорошего, что российский оккупант топчет Харьковскую область, в этом нет. Но все-таки, мне кажется, это далековато от Лиссабона. Я думаю, что вы со мной согласны. Значит, цитирую Путина по поводу того, как он хочет мира. Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами, говорит Владимир Путин. Боже, как это отвратительно звучит с его уст. И открытых диалогу по Украине. Но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и нашей страны. Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно же, для России. То есть, Владимир Путин даже тут о гарантиях безопасности для Украины начинает говорить. Кстати, в соглашениях по безопасности с Соединенными Штатами Блинкин сказал, что в случае нападения на Украину, то мы сможем вести консультации с правительством США. А я вот такое думаю, ну да, я понимаю, что это все про будущее сказано, но как-то звучит это вот прямо здесь и сейчас немножечко странно, согласитесь. Потому что Арашка уже напала. Ну и мы ведем консультации. Блин, для этого и приезжал. И кроме консультаций, что у нас? Поставки, поставки, поставки и опять поставки вооружений. Хотя есть один момент, который, мне кажется, он заслуживает внимания. Потому что Энтони Блинкин сделал такое, но очень важное заявление. И оно, как ни странно, напрямую касается и фортификационных сооружений, и, соответственно, доверия в части постройки или не постройки этих сооружений. Хотя, по-моему, окопы и блинтажи, и бункера — это не вопрос, веры или неверы. Они или есть, или их нет. Так вот, Энтони Блинкин, выступая в институте в Киевском политехнике имени Игоря Сикорского, сказал следующее. Что важно не только давать отпор полномасштабной агрессии России, а также бороться с коррупцией, которая является не меньшей угрозой для ее демократии. И я в данном случае согласен. Я не думаю, что вот эта фраза прозвучала случайно. Цитирую Блинкина. Это означает искоренение бедствия коррупции раз и навсегда. Победа Украины на поле боя не даст ей стать частью России. Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на Россию. Ну и сам факт сравнения с фашистским государством должен вызывать тревогу. Не только у граждан нашей страны, но и у руководства нашей страны. И я думаю, вы со мной здесь согласитесь. Все разговоры западные о том, идет, понимаете, такое медленное вползание на Украину. Все вот эти вот разговоры эстонцев о том, что они, так сказать, возьмут на себя функции тылового обеспечения, каких-то инженерных работ. Макрон никак не угомонится, все хочет ввести войска. Все это, с моей точки зрения, подготовка такая пока что словесная, хотя, может быть, и не словесная, потому что вся информация о том, что там уже и части иностранного легиона находятся на Украине, может быть, так оно и есть. То есть, с моей точки зрения, формируется такая, знаете, линия то ли Керзона, то ли Атила, там много таких линий, которые знают историю военного искусства, которые натовцы решают, то ли это будет берег Днепра, который отсечет западную Украину от восточной и центральной Украины, которые они будут, так сказать, велико возможно защищать, в том числе и с объявлением бесполетной зоны, все это, так сказать, предтеча возможно к нашему прямому столкновению с силами НАТО. Линия Атила — это хорошо. И тут логичный тезис. Да? А если российские фашисты прямым текстом говорят о столкновении с силами НАТО, то у меня вопрос к НАТОвским генералам. Где вы хотите воевать? Ближе к вашим городам и вашим семьям? Или все-таки интересней это делать в той же Донецкой области? По-моему, второй вариант, он логичней. Ну и опять же, линия Атила — это такое дело. Можно же подумать, где ее провести. Я предлагаю провести ее непосредственно на границе. Орловской области, а, нет, Украины. Но факт остается фактом, что они все равно фиксируют, что западный мир, нет, нам не прекратят поставлять оружие и боеприпасы. А вот в части внутренних аспектов тут вопросов будет много. И чтобы их было меньше, это все-таки ответственность наших властей. Мне кажется, это тоже очевидно. Так, что еще? 75-50 тысяч, которые сформированы пока что, это не достаточно большая группировка, чтобы брать Харьков плюс-минус. Вы давайте секрет не выдавайте. Там разные данные, что сформировано. И не все вот такие, как вы озвучили. Есть больше, есть меньше. По-разному говорят. Все ждут, на самом деле, какой будет следующий этап. Вот что самое важное. Это будет либо дальнее продвижение, либо, соответственно, выманивать. То есть смысл в следующем заключается. В том, что очевидно, что ситуация меняется. И очевидно, что это серьезно бьют по рейтингу Байдена, на самом деле, на внешнеполитической составляющей. Замалчивать оккупацию некоторых населенных пунктов Харьковской области мы не будем. Никто не имеет права делать вид, что ничего не происходит. Ну, до Харькова, извините. Была попытка когда-то у русонацистов зайти в Харьков. И те, кто зашел, те погибли. Там вопли, кстати, в российских пабликах по поводу того, что как-то тяжело наступать на Харьков и в Харьковской области в целом. Очень и очень много. Тут вопрос, вот этот вот рейтинг Байдена. Ситуация на линии фронта и рейтинг Байдена. Будем выяснять еще у американских экспертов, что они по этому поводу думают. Есть ли зависимость рейтинга Байдена над ситуацией на фронте в Украине. Мне кажется, если так, то, может быть, Джо поправил бы свой рейтинг предоставлением Украины других эффективных и испепеляющих средств поражения. Смерть российским оккупантам. В переговоры я не верю, по крайней мере, на данном этапе. Хотя эти вот встречи, умные лица, мужчин в галстуках и костюмах будут проводиться регулярно. Не проглядывается компромисс. Они хотят, чтобы мы погибли, а мы хотим жить. Действительно, где что-то договориться посередине. В любом случае, слова Забройным Силам Украины. Украина была, есть и будет. Подписывайтесь на канал. Называем вещи своими именами. Субтитры создавал DimaTorzok